Но если сердце твое полно, любви к деньгам, к женщинам, полно любви, к комфорту, причисто, Аллах, люди убивают друг друга. Заклочок земли. Вот взять Бангладеш. Человек покупает много-много акров земли. Допустим, твой дедушка или отец. То же самое пакистанцы приезжают в эту страну и покупают много земли. И в итоге в один прекрасный день, как получается, племянник переезжает в его дом и живет там, как у себя дома. Вот папа возвращается, и твой двоюродный брат, племянник его, говорит, ты кто такой? Это мой дом. И начинается. Документы подделывают, чтобы эту землю как-то себе забрать. И вот они не понимают. Ты рвешься получить просто землю, почву, ту самую почву, в которую тебя закопают. Нет, Бога, кроме Аллаха, за почву грызешься. В ту самую, в которую тебя закопают. На два метра. Посланник Аллаха сказал, что в судный день человеку, который в земной жизни присвоил всего пять чужой земли, этот кусок земли будет примотан к его шее, этот человек будет поднят над семью небесами. И Аллах сбросит его оттуда. Когда я забор ставил в 2010-м, многие братья это не понимают, это серьезно. В саду забор ставил, когда строитель сказал, предыдущий владелец вашего дома сдвинул забор на полметра на территорию соседа. То есть в итоге у меня полметра чужой земли. Я говорю, мой друг, быстро, все это исправь. Забор будешь ставить? Верни эти полметра обратно соседу. И он так и сделал, и спросил, почему? Я говорю, потому что не хочу, чтобы мне в судный день кто-то предъявлял за землю. То есть о чем речь, братья и сестры? Страсть владеть землей, территорией. Страсть к женщинам. А у женщин страсть к мужчинам. Любовь к имуществу. Это болезни сердца. Вообще, любовь к этому миру – болезнь сердца. Если ты зарабатываешь деньги для своей семьи, если это халяль, альхамдулиллах, да благословит Аллах, скажите амин, ты за это получаешь награду. Потому что следуешь сунне пророка, салаллаху алейхи вассалям. Зарабатывать на жизнь – это сунна, за это награда. Но любить эту жизнь – это болезнь души. И это ко многим несчастьям приводит. В общем, друзья мои, все это болезни сердца. И очистить сердце можно только поминанием Аллаха. И я хочу, чтобы вы поняли, что такое настоящий викр. Викр бывает трех видов. Первое – это викр языка. Когда язык произносит «субханаллах», а разум в это время думает о стиральной машине. Понимаете? Язык говорит «ля иляха иляллах», а разум думает «о, надо бы вот это вот сделать». Это самый слабый вид викра. За это награда. Но сердце это не очищает. Такой вид поминания Аллаха душу от черноты не очищает. Более сильный викр – это когда вы думаете об Аллахе. А язык не шевелится. Вот, например, я читаю намаз за имамом. Он читает суру Фатиха, я молчу. Но я думаю об Аллахе. Я за это много награды получаю. Плюс сердце очищается. А наивысший викр – это когда и языком, и разумом поминаете Аллаха. Это может быть или чтение Корана, или намаз, или просто викр делаете. Когда разум твой занят только Аллахом. И при этом языком произносишь поминание. Много награды получаешь. И сердце сильно очищается. Вот смотрите, братья и сестры, вы по многу в телефонах сидите, в соцсетях переписываетесь, или телевизор смотрите. Много времени люди на это тратят. Помните, викр – поминание Аллаха – очень важная вещь. Мусульманин не должен ни дня проживать без того, чтобы много делать викр. А иначе душа забивается, чернеет, а викр ее очищает. Я хочу, чтобы вы сейчас поделали викр вместе со мной, чтобы вы прочувствовали. Не переживайте, это не будет религиозным нововведением. Мы же не утверждаем, что это сунна и не навязываем. Давайте все вместе. Братья и сестры, если вы со мной будете повторять, то, иншаллах, вы почувствуете пользу от этого. То, что мы один раз так почитаем, ничего такого там нет. Я же не призываю в обычаи это превратить. Просто один раз, чтобы вы поняли, что такое викр. Присоединяйтесь. Раз, два, три. Расскажи. И смотрите, если вы сконцентрируетесь и будете думать только об Аллахе, ваше сердце, ваша душа будет очищаться. Аллаха поминать в разных формах можно. Например, его имена повторять. Братья, сестры, смотрите, если вы сидите в соцсетях, Время для вас пролетает незаметно. Ролик за роликом, фотка за фоткой, в фейсбуке, еще где. 45 минут прошло, час прошел. Почему? Потому что вам это нравится. А если погрузитесь в викр, начнете им наслаждаться, тоже время незаметно пролетать будет. Когда поддерживаете связь с Аллахом, то получите и мирскую жизнь, и вечную. Аллах позаботится о ваших делах в этом мире и вечно. И день, когда мы умрем, будет лучшим днем. День, когда ты к Аллаху вернешься, будет лучшим днем во всей жизни. Попадешь в вечную жизнь и почувствуешь себя как дома.